В Ядринском районе уже 40 лет работает музей натурального хозяйства чувашского крестьянина. Его создал еще Аркадий Айдак. Экспозиция настолько уникальна, что ей могут позавидовать и более статусные государственные музеи. Как земляки знаменитого руководителя хозяйства продолжают традиции, узнала наша съемочная группа. Людмила Петрова знает здесь каждый экспонат. За год работы она изучила историю чувашского народа, его традиционные ремесла. Эти платья Людмила вышивала сама, а подушки и ковры на пол принесли другие женщины. Вообще в музее все экспонаты настоящие. Они принадлежали когда-то односельчанам Аркадия Айдака, который стал инициатором появления этого музея в 1984 году. Спустя 10 лет музей получил статус народного. Наш музей возник почти на пустом месте, а сейчас представляет собой полное крестьянское подворье со всеми элементами натурального хозяйства чувашского крестьянина конца 19 и первой половины 20 века. Недавно музей преобразился. Из республиканского бюджета были выделены 958 тысяч рублей на ремонт. Обновили забор, построили курную избу, амбар и лачугу с очагом по старым эскизам. Музей вновь стал популярным туристическим объектом. Сюда недавно заглядывали гости из Нижнего Новгорода и Китая. Приезжают и школьники. Здесь проводятся уроки по культуре и истории родного края. Интересуются процессом приготовления, подготовки конопли и льна. В натуральном хозяйстве все производится собственноручно. Поэтому Людмила Петрова рассказывает и показывает на ткацком станке, как несколько столетий назад изготавливали ткань, какая кухонная утварь хранилась на полках, как растили детей, как варили пиво. Музей не замер в своем развитии. В середине августа здесь планируют открыть ветряную мельницу. А осенью собрать урожай. Даже капусту и картофель хранительница музея выращивает по старым технологиям. Ими пользовались чувашеские крестьяне еще в 19 веке. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков. Республика.